Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко, город, как всегда, Челябинск хотел сказать, Симферополь, это Крым, и группа компании Skyway. И то, что сегодня происходило, вот даже то, что вы, дорогие друзья, то, что вы пишете в скайпе, это действительно зашкаливает. Я сегодня весь день, я бы хотел сказать, так не работал. Да, действительно, я слушал, я смотрел за информацией, я просто впитывал каждое слово. И буквально, дорогие друзья, буквально вот несколько, я бы сказал, минут тому назад, несколько минут тому назад я слушал радио Крыма. Я слушал радио Крыма. И вот по радио Крыма, радио Крым, это, так называется, радио называется спутник, он спутник, да. Вы знаете, там был потрясающий материал по поводу того, что такое Крым и Белоруссия, какое отношение Крыма, Белоруссия и вообще российские отношения, политика. И вы знаете, я просто слушал, ну представьте себе, что я, кто меня знает хорошо, я, вот мне честно, у меня не то, что слезы на глазах, но вот такое состояние было, знаете. И передали песню «Молодость моя, Белоруссия», что найдите в интернет «Молодость моя, Белоруссия», песни «Партизан, сосны до туман», песни «Партизан, алая заря», «Молодость моя, Белоруссия». И кто слышал, слушал вебинары Виктора Тарасова, это наш действительно удивительный человек, трейдер, который сказал, я был очень удивлен, когда первоначально приняли решение разместить наш эко-технопарк в Литве. Хотя Литва у нас дает сейчас, вот Прибалтика, Европа дает самые большие инвестиции. И в конце он сказал, я был бесконечно рад тому, что все-таки технология оказалась в Белоруссии. Не от того, что наши прибалтийские друзья, они нехорошие, или что-то еще, политика, это все политика. И как сказал Виктор Тарасов, я имею в виду сейчас Виктора Тарасова, не Бабурина, не Сергея Анатольевича, не Леша Сукадуева, не Анатольевича, а Виктор Тарасов сказал, я как профессионал, как специалист в области инвестиций, я просто бесконечно был рад тому, что это все оказалось в Белоруссии. И, дорогие друзья, сейчас я попрошу Сергея Анатольевича, Алексея, если вы здесь ручку там нажмите, вы знаете, как ручку нажмите, чтобы я дал вам слово. Вот вы знаете, хочется немедленно сейчас же передать слово Сибирякову Сергею Анатольевичу, Алексею Сукадуеву, Анатольевичу Юницкому, для того, чтобы они уже устали сегодня. Я понимаю, и сейчас Алексей, и Сибиряков Сергея Анатольевич, они готовятся к выезду, кто-то на самолет, кто-то на поезд, для того, чтобы завтра уже быть в Москве. И я надеюсь, что, Сергей Анатольевич, вы меня слышите, да, с правой стороны у вас вверху, там, в самом верху есть ручка. Если вы меня нажмете, я увижу и дам вам слово, потому что сразу так найти быстро очень сложно, непросто. Дорогие друзья, теперь чуть-чуть терпения, чуть-чуть терпения. Я специально попросил наших старших партнёров, чтобы сегодня вечером поделились не то что своими эмоциями, буквально два-три слова о том, что было, хотя всё это мы уже слышали, всё мы уже видели. И, как мы говорили, поехали, действительно поехали, сегодня событие века. Просто почитайте вот свои отзывы, свои эмоции, то, что сегодня та информация, которая была. Если кто-то это ещё не видел, дорогие друзья, обращайтесь к своим спонсорам, обращайтесь, идите в чаты. Вижу Тамару Эдуардову Юницкую, персонально приветствую, я думаю, что все приветствуют Тамару Эдуардову, так как это и её успех тоже, частичка её успеха тоже самая. А кто не видел, пожалуйста, посмотрите, смотрите, это очень и очень важно. Дорогие друзья, буквально секунду, может что-то там не получается у Сергея Анатольевича, я сейчас звоню по телефону. Почему? Потому что они сейчас в данный момент находятся в головном офисе, только что туда приехали, и сейчас должен подъехать Анатольдович Юницкий. Сейчас вызываю по телефону, не знаю, дозвонюсь или нет, но пытаюсь, пытаюсь это сделать. Просто я хотел дать слово, в первую очередь, им, тем, кто находится сейчас непосредственно в Минске, тем, кто находится сейчас в головном офисе. И там, скорее всего, окей, окей, что-то у меня, я нахожусь в Крыму, поэтому немножко проблема со связью. Буквально одну минуточку, дорогие друзья. Я пытаюсь вызвать. Сейчас попробую Алексея дозвониться. Они у меня здесь рядом, Суходоев, Сибиряков, они находятся рядом у меня. Сейчас, секунду, может Алексей ответит. Чуть-чуть терпения, дорогие друзья. Пока пишите, вот пишите действительно, пишите, пишите, выплёскивайте свои эмоции о том, что происходило. Всем вот тем людям, которые чему-то не верили, чему-то не доверяли. Вот сейчас как раз наступает такой момент, когда всё это, как говорят, поехали. Вот оно всё показано уже. Алексей? Алло? Алло? Секунду, что-то сорвалось, дорогие друзья. Сейчас ещё раз попробую. Ещё раз попробую. Ребята, смотрите, смотрите, может быть Сергей Анатольевич уже появился у нас. Просто людей, народа сегодня много. Очень много. Я смотрю. Так, где у нас? Алло, ну что, вы сможете выйти? Давай, там на ручку нажмёте, хорошо, ручку там обозначишь, и я тут же подключу. Либо тебя, либо Сергей Анатольевич. Всё, ждём вас. Ждём вас. 126 человек уже ждёт. Сейчас будет 130, 150. Давай, ждём. Так, всё, ребята на связи. Сейчас они подключаются в головном офисе. Они с собой компьютеров не брали, поэтому они подключаются в головном офисе непосредственно с компьютера головного офиса. И так, 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 день Победы, как он был от нас далёк, классно, 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 классно. И вот по поводу этого я не просто, дорогие друзья, я отметил вот эту песню, я её нашёл специально. Вот этот текст «Белый аист летит над белёсым поместьем, по лесу летим белорусский мотив». И вот я ещё раз напоминаю тех, кто слушал лабинары, один из лабинаров Виктора Тарасова. Вот я не знаю, почему на этом он заострил внимание. Это действительно супер-супер, как Анатольевич гений в области инженерии, так Тарасов гений в области финансов. Я так был бесконечно рад, что наша технология оказалась в Белоруссии. И то, что белорусский народ действительно, он настолько дружестен, не только... Вот мы разные все. Кто-то у нас в Израиле, кто-то у нас с Европы, кто-то у нас с прибалтийских стран. Но то, что я, знаете, специально для себя записал, вот именно вот эта сегодняшняя передача по радио, она настолько соответствована тому состоянию, в котором мы сейчас все находимся, абсолютно все. Есть санкции, мы это понимаем, это политика и так далее, и так далее. Но в любом случае то, что делает президент Белоруссии, господин Лукашенко, это действительно невероятно. Это, как сказал Сергей Анатольевич, премьер-министр Белоруссии, самое главное, какая нам нужна помощь, он ответил, самое главное, не мешайте. И вот то, что нам не мешают, это, наверное, самая-самая основная вещь. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны до туман, песня партизан, алая заря, молодость моя, Белоруссия. И я думаю, что мы все поддержим в этом отношении, так как Белоруссия нас поддержала, и не просто поддержала, а предоставила все условия для того, чтобы мы это совместно реализовали. И то, что вы слышали сегодня, отзывы, не отзывы, а интервью с представителями Филиппин, с представителями Израиля, с представителями Австралии, то, что они говорили, да, Белоруссия имеет такие технологии, это удивительно, но это не удивительно, а то, что удивительно, что, наверное, для всего мира будет удивительно, что самые передовые технологии, что самый крупный бизнес в истории цивилизации, он идет из Белоруссии, и это здорово, это замечательно. Начинался он в России, потом был в Прибалтике, потом оказался в Белоруссии, и, наверное, это все непросто, то есть пройти все эти стадии и вот родить то, что мы сделали, и, как сказал Анатолий Гуардович Веницын, как сказал Бабурин Виктор Игоревич, он сказал одну простую, оба сказали одну простую вещь, что без нас этого не было, и это очень важно понимать, без нас бы этого не было, при этом представители простые люди, простые люди, а может быть, непростые, может быть, люди продвинутые, но они нас поддерживают, поддержали нас всех, нашу технологию и себя тоже, независимо от того, от тех политических моментов, которые существуют. И вот хотелось бы о политике больше поговорить, но не надо, наверное, об этом говорить, мы меньше будем говорить, больше будем делать. Итак, Леша, все, по-моему, подсоединился, все, ищу его, секундочку, дорогие друзья, я ищу Алексея, все, 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 еще, 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 они подняли ручку, теперь быстро надо найти, для того, чтобы быстро дать им слово, так как им сегодня надо уже уезжать в Москву, так как с 30-го по 2-е число проходит всемирное, всемирное, можно сказать, что мероприятие, это, так-то так, секундочку, это типа инотранса, но российского инотранса, и где в ближайшие дни будут присутствовать одни из ведущих специалистов, министров, экономистов, оп, есть, 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 нашел, нашел одну секунду, друзья, Сибиряков, Сергей Анатольевич, итак, Сергей Анатольевич, я представляю вам так настроить права, я не так часто это делаю, но, раз, два, применить, окей, итак, Сергей, встречаем, Сергей Анатольевич Сибиряков, Алексей Суходоев, ну и надеемся, что рядом еще окажется, да, собственно говоря, Анатолий Даршиницкий может отдохнуть, так, Сергей Анатольевич, я предоставил все права, пожалуйста, подключайся, подключайся, Сергей Анатольевич Сибиряков, сейчас, одну секунду, еще раз проверю, применить, окей, еще раз попробуем, сейчас, сейчас, дорогие друзья, терпение, самое главное качество успешного человека, это терпение, это терпение, так, окей, Сергей Анатольевич, подключаемся, Сергей Анатольевич, Володя, привет, большой привет из Севастополя, Бог создал биосферу, человек создал эмоциональную атмосферу, так, еще раз пробую, еще раз пробую настроить права, так, 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 секунду, дорогие друзья, секундочку настроить права, так, применить, и, окей, так, Сергей Анатольевич, Алексей, подключаемся, подключаемся, мы вас ждем, очень и очень ждем, или же напишите в чате, что там у вас, что-то не получается, и так далее, и так далее, дорогие друзья, кто сегодня уже посредине, кто сегодня не видел трансляции, пожалуйста, напишите, кто не видел трансляции, они шли с самого утра, то есть Сергей Анатольевич отрабатывал, я не знаю, как супер-супер продюсер, я не знаю, как назвать еще это можно, но, кто не видел, пожалуйста, отпишите, кто не видел, кто не видел, пожалуйста, Это огромная просьба, требование, что угодно, как хотите, понимаете, но немедленно найдите этот материал в чатах, он во всех чатах есть практически, он будет видел, Леночка видела замечательно, оператор Сергея Анатольевича Сибирякова, да. И так вот, просмотрите этот материал, это действительно невероятный материал, когда вы увидите то, о чем обычно все говорят ваши потенциальные партнеры, я говорю потенциальные партнеры, а может быть уже давно партнеры, но все ждут, когда же это поедет, когда же это двинется. Ребята, все это поехало, это вы увидите, это поехало, и поедет с сумасшедшей скоростью чуть-чуть позже, и ждать этого, можно просто ждать, наблюдать, быть, как говорится, наблюдателями, а можно быть активными партнерами. Что значит активные партнеры, это значит помогать прежде всего финансово, в силу своих возможностей реализоваться данной технологией. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не оставляйте технологию без денег, это не значит, что вы одни такие. Мы с мобильного, ага, с мобильного, а я не знаю, как с мобильного вы выйти, не знаю, я вам права все даю, Сергей Анатольевич, а как выйти, не знаю. Включиться не можем, включите, как включить, сейчас посмотрю, Сергей Анатольевич, сейчас секундочку, еще раз посмотрю, попробую еще что-то сделать, сейчас попробую, 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 я не знаю, как это можно настроить с мобильного, но... Так, 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 отрываю, настроить права, включить микрофон, включить камеру, настроить камеру и микрофон, так, отрываю, отмечаю, информацию об участнике, настроить права. Так, о вещании, давайте я еще нажму управление вещанием и управление настройками и трансляцией. Так, управление ум, управление встречи, управление так, управление ресурсами. Тут так много всего, как надо изучать и изучать. Но я включу все эти функции по конференции. Включаю, нажимаю применить и нажимаю окей. Может быть сейчас Алексей рядом, разберется. Так, Леша, я включаю все, что можно. Включил вроде. Леша, включил все, что можно. Пробуйте. Пожалуйста, пробуйте. Мы все ждем. Действительно ждем. Конечно, мы могли бы сами еще поговорить, все остальное. Но хочется от вас это услышать. Те, кто находится вот здесь, на месте, которые все это видели, которые все это впитали, прочувствовали. И вот эти все эмоции, Инета Джанна, Женя Кудряшова, все эти эмоции, это хорошо, здорово, но еще и ваши эмоции, после того, как все это уже состоялось. Так, Леша, я еще что-то не то. Наверное, может быть, не все нажал. Я вроде все там, права создал и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, секунду, еще раз посмотрю, что можно сделать. Так, Сергей Анатольевич, терпение. Так, что можно еще настроить? Права. Настроить конференцию. Управление, в основном управлении контентом. Управление указки. Права, что права. Сейчас, секунду. Дорогие друзья, терпение, маленькое терпение. Использование смайлов. Модерация чата. Так, может, модерацию чата включить еще? Модерацию чата. Ага. Окей. Окей. Включил. Так, применить. Окей. Окей. Никаких до завтра, Сергей Анатольевич. Пробуй сейчас подключиться. Вот сейчас. Соходов, Сибиряков, Алексей. Да, конечно. Чудесно, здорово. Они уже собираются на пояс. Я понимаю, ну, пару минут, хотя бы пару минут. Если подключить, будет здорово, конечно. Я до конца не понимаю, что вам необходимо дать, для того, чтобы с мобильного можно было подключиться. Но, к сожалению, ни разу этого не делал. Нет, нет, нет. Мы хотим сегодня. Да, они хотят сегодня. Ребята, все хотят сегодня услышать. Услышать вас. Сейчас попробуем с другого компьютера. Окей. Окей. Все. Жду. Я все, по-моему, функции подключил, какие только можно. И, дорогие друзья, вот о чем бы хотелось еще. Вот я хотел бы заострить на этом внимание. Не от того, что сегодня я общался с очень милой дамой. Она с Украиной. И вот человек действительно взял такую для себя непосильную немножко рассрочку. Непосильную рассрочку. И как бы не может дальше проплачивать. И вот почему мы настаиваем все время, что приходите на уроки финансовой грамотности. Ребята, приходите. Не надо заканять себя куда-то вот сегодня в дыру, а завтра, может быть, что-то будет. Вот это неправильно. То есть инвестиционная грамотность, она важна для всех абсолютно. Поэтому приходите, слушайте. Слушайте Тарасова, Магасу, Могузель. Слушайте их и действуйте в соответствии с теми правилами инвестора, которые существуют уже очень и очень давно. И эти правила успешных людей, их надо использовать. Просто надо, необходимо. И в это воскресенье, вот прошло все воскресенье, был вебинар. И следующее воскресенье вы все это услышите уже в Москве. Дорогие друзья, кто не знает, в Москве следитесь. По-моему, сегодня вечером уже должно быть в новостях по всем чатам. И в новостях будет выставлена информация, когда, где и во сколько. Я могу сказать точно, когда это будет 3-го числа, то есть 3-го декабря. Соответственно, где это будет проходить, по-моему, уже тоже обозначено. Поэтому кто живет рядом с Москвой, пожалуйста, приходите. Вживую пообщайтесь с Виктором Тарасовым. Задайте ему самые камерные вопросы. И вы получите информацию, действительно, ответы на эти вопросы от лучшего финансиста, от человека, который знает о финансах все. Вот действительно человек, который знает о финансах все. И это не тот человек, который зазвездился или что-то еще. Это человек, который своим 19, почти 20-летним опытом, 20-летней работой, он это доказывает. Поэтому приходите, пожалуйста, и слушайте все это. Так, 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 я сейчас не вижу. Так, куда у нас делается Сибиряков, Сергей Анатольевич? Так, да, конечно. Так, сейчас попробуем еще раз. Так, все, вроде все, 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 все права. Все абсолютно я дал. Ждем, 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 ждем. Надеюсь, что они все-таки сейчас подключатся, дорогие друзья. Сейчас чуть-чуть терпения, еще чуть терпения. Если что, то мы, то мы перед, на поезд надо не опадать. Ничего страшного, самолетом можно улететь. На поезд опоздать, самолетом улетят, это будет нормально. Я опаздывал на поезд, когда ехал к нашим партнерам в Новосибирск, опоздал на поезд. Гузель уехал, а я этот поезд догонял и на 300-м километре в городе Пургане от Челябинска. Я догнал поезд и благополучно продолжил поездку дальше. Ссылка на Тарасова, она будет, ребята, везде будет, в чатах будет выставлена эта ссылка. Мега крутые новости по Австралии и компании. Супер, супер, супер. Это от наших партнеров, от наших самых таких, может быть, в данный момент, самых передовых, самых продвинутых партнеров, которые не просто говорят, они еще и делают. Они сами делают сертификацию по своей стране. Они сами инициируют адресные проекты, они сами ведут переговоры с руководителями ведомств, министерств и так далее, как на местном уровне, так и на правительственном уровне. Вот действительно, Ротхук и его команда – это то, что следует, наверное, подражать, то, чему следует подражать, то, что является примером для всех нас остальных. Поэтому сейчас мы чуть позже посмотрим эту информацию. Я сам еще эту информацию не видел и посмотрю ее, конечно, с удовольствием. Так, одну секунду, так, одну секунду. Леша вроде... Так, сейчас, 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 сейчас. Ага. Все, включаю. Так, настроить права. Так, аудио, видео, управление вещанием. Применить. Окей. Так, включил вроде все. Алексей вроде все включил, да. Включить четыре аута. Четыре аута. Так, секунду, секунду, дорогие друзья. Так. Сейчас попробуем еще настроить права. Так, что еще не включил? Настройку реконсляции. Так, 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 так. Включите. Так, еще приватные чаты, правка сообщений, модерация чата. Так. Используем их. Так, вроде, Леш, вроде все. Управление ресурсами, военнословательными трансляциями. Применить. Окей. Леш, все включил? Вот все, что можно, по-моему, все включил. О, ес! Ес, вот они у нас. Все, ребята, приветствую вас. Я отключаю все, я отключаю слово вам. Мы все втроем. Видите, на заднем плане у нас еще портрет есть. Саша, иди сюда, Женя. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня из необычного места, как обычно это бывает в наших поездках. Сегодня все мы будем. Все мы вместе будем. Александр Мосин, Евгений Кудряшов, Сергей. Жень, привет, Саш, привет. Да, и вот Саша показывает. Жень, привет, Саш, привет. И даже Анатолий Дуарович присутствует тоже с нами в этой самой. Он тут в соседнем кабинете, но сказал, что сегодня он уже больше не может беспитать. Дорогие друзья, мы сейчас не успеем переписать и так далее, но покажем кое-что. Вот будет ли видно с телефона. Смотри, посмотри. С телефона. Да, будет видно? Да, вроде видно. Будет видно. Включаем видео. То есть такая превью. Это вид изнутри юнебайка. Первый раз. В мире летчик-испытатель, космонавт-испытатель Надежда Косарева. И супруга Веницкого. Да, супруга Веницкого. То есть все гадали, кто же будет. Белка, Стрелка, Юникод, Скайкот. А нет, дорогие друзья, ни то, ни другое. Как вам Мирошниченко, все-таки Григорий Михайлович обещал, что будут все. Вот вам Анатолий Дуарович. Да, Анатолий Дуарович, присаживайтесь. Нет, зачем? Помогите. Вот. Так что... 29 ноября, дорогие друзья. Но все произошло в первый раз, 27 ноября. Запомните эту дату. Это действительно начало эпохи Skyway, Транснет, именно в движении. В космонавтике 12 ноября, 27 ноября, да, дорогие друзья? Первые, действительно. Вот кто-то думал, Адриан у нас Гагарин. На самом деле нет, не Адриан у нас Гагарин, а Надежда Геннадьевна Косарева. То есть это абсолютно логично, дорогие друзья, потому что на самом деле ощущения непередаваемы. То есть Анатолий Дуарович в первую очередь спросил у Надежды Косаревой, а как вообще вот, что вы ощущали? И было ощущение полета. И, дорогие друзья, я могу сказать, что это ощущение полета 100% передастся и на всю нашу инвест-проводящую систему, инициацию адресных проектов. Сейчас все действительно полетит, дорогие друзья. Если говорить про свои ощущения, то есть буквально мы блиц, блиц, комментарий вам скажем, то это неописуемо. И когда мы вчера видели, когда Анатолий Эдуардович показывал нам видео на фотоаппарате, мы говорили, это невозможно, это компьютерная графика. Похоже на компьютерную графику, дорогие друзья. Но, естественно, это возможно, естественно, это реально. Но это намного опережает будущее, и многие будут не верить по-прежнему. Но у нас есть, что показать, и сегодня были делегации из ряда стран. Это Австралия, Филиппины, это Израиль, это Канада. И в декабре еще планируется достаточно стран для посещения, и у нас есть, где достойно принять все эти делегации. И показать им не просто презентацию, видео, как это было на 123 этаже Бурдж-Калифы, показать им реальный результат, дорогие друзья. И, как бы это громко не звучало, но этого на сегодняшний день в индустрии транспорта второго уровня не может сделать абсолютно никто. Но я передаю слово Сергею Анатольевичу, Александру Мосину, Евгению Кудряшову. Дорогие друзья, мы сделали это 27 ноября, начало эпохи эры Skyway Transnet. 29 ноября, с разрывом всего лишь два дня, первый пассажир в юнибайке, в летающем над землей юнибайке. Это действительно переполняет эмоции и заставляет не просто двигаться, бежать, рассказывать. Мы, естественно, Сергеем Анатольевичем не удержались, рассказывали всем о событии, которые происходили в Беларуси. И достаточно всего лишь двух аргументов, дорогие друзья. Мы проведем специальный мастер-класс. Донесение информации сжимается до кратчайших, кратчайших действительно периодов. И необходимо показать просто фотографии, необходимо показать вот это видео, перемещающиеся в юнибайк и сказать, что это все происходит в реальности. А хотели бы вы быть совладельцем, дольщиком данной корпорации, международной корпорации, не ближайшего будущего, а настоящего, которая потенциально может занять огромную часть всего транспортного рынка. Естественно, ответ будет либо да, либо, ну, как бы, я не знаю. Я не знаю, если такие аргументы не основательны, извините, я пойду куда-то в другое место и, скорее всего, общаться-то и уже не о чем. Вот мое мнение. То есть при донесении информации, пожалуйста, будьте максимально уверены, потому что мы максимально уверены, дорогие друзья. И мы хотели бы вам передать всю эту эмоцию, всю эту информацию. И завтра будем это уже транслировать на выставке «Транспорт России», которая пройдет в гостином дворе в Москве. Строй, скайвей, спасай планету. Юнибайк поехал, юнибайк полетел. Леша, огромное спасибо, слово представляется следующему нашу спикеру Сергею Антоновичу Сибирякову, который вел трансляцию сегодня весь день. Следующее слово представляется. Да, да, да. Знаете, смотрите, у меня какой фон, конечно, выступать на фоне, видите, на фоне какого портрета, как все это выглядит, так сказать, все замечательно. Вот, поэтому, друзья, конечно, сейчас не будем много что говорить, добавлять, потому что вы, наверное, кто следил за перископом, вы все это видели. Вот, увидите еще в репортажах сегодня команда, которая есть в РСВ, то есть и Женя Петров, и Никита, которые снимали завтра, увидите интереснейшие репортажи. Вот, мы сами, кстати, не видели вот тех роликов, которые сейчас показали, потому что Надя с Настей, это жена и дочка Анатолия Дуаровича, они сегодня, оказывается, прокатились первыми, но и не бать, и все это засняли. Вот, и мы эти репортажи тоже увидели только сейчас. Вот, поэтому, друзья, если подводить итог сегодняшнего дня, очень такого насыщенного дня, очень важного такого дня, что можно сказать, что технология родилась. Мы показали, и теперь уже все разговоры по поводу того, что чего-то нет, что на сегодняшний момент вы делаете какое-то там непонятное дело, что вы строите непонятные машины. Друзья, все, это осталось в прошлом. Знаете, что есть страхи по поводу родов, когда беременная женщина, есть как роды пройдут, что дальше пройдут, есть определенные опасения. Сегодня все, друзья, по терминологии Николая Кондратьева, Сергея Глазева, произошло выход технологии в свет, произошло ее рождение. И дальше будет развитие, будет показ все более, ну скажем так, возрастание, мужа, пока все более возможности, это будет развитие. Сегодня никто не может сказать, что технологии нет, она родилась. И она родилась не на пустом месте, это были десятки лет работы, это был эмбрионный период, когда все было внутри, когда развивалось, когда двигалось, это все было известно только очень ограниченному кругу людей. Сегодня мы это показали всему миру, сегодня технология родилась. И дальше начинается новый этап, начинается этап развития и начинается этап движения. Поэтому, друзья, я могу сказать, что дойти до этого сегодняшнего момента было очень непросто. Более того, мы, вот я с Анатолием Доваровичем уже не один десяток лет мы пытались, пытались там 15 лет назад запустить, сделать, но стечение обстоятельств, стечение факторов внутренние, они не позволяли факторам двигаться дальше этой технологии. И только сегодня пришло время, это могут выходить, двигаться, и здесь сегодня, вот тут очень много сегодня участников команды, участников процесса. Мы брали интервью, сегодня показывали, приезжали представители правительства Чечни, которые видели в этом развитие страны, приезжали представители правительства, и те, кто и работали раньше, и сейчас работает правительство Австралии, которые видят в этом развитие технологии и так далее. Вот, то, друзья, сегодня это большой шаг для того, который мы сделали и будем двигаться дальше. Поэтому, друзья, конечно, вот как Алексей сейчас выступал, говорил там, мы сегодня говорили, эмоции переполняют, потому что, друзья, это, конечно, вот. С Анатолием Даровичем мы сегодня говорили, он тоже говорил, что напряжение было неимоверное. Препятствия, которые вставали, тоже были в большом количестве. Но, друзья, все преодолели, все сделали, мы дальше двигаемся. Поэтому, здесь, что я могу сказать, вот рядом со мной стоит Михаил Кириченко, мы его, конечно, Михаил. Давайте, что-то уж полный комплект сегодня у Григория Кириченко. У нас все сегодня, все выступили. Да, я сегодня с Божьей помощью и с помощью Михаила, с помощью Сергея Анатольевича, с помощью наших партнеров, стараюсь всех вытащить, чтобы немножко поделиться информацией, или сейчас мы ведем запись. Мы сейчас с помощью наших партнеров стараемся всех вытащить, чтобы немножко поделиться информацией, и сейчас мы ведем запись, а эта запись действительно может быть историческая. Прекрасно, спасибо всем огромное. Ну все, друзья, давайте на этом, мы уже, так сказать, у вас и Анатолий Эдуардович, и Александр Мосин, и у нас Надежда Косовев, то есть первый космонавт, первый движение. Сегодня на вебинаре, наверное, уникальная такая... Скайнафт. Да, Скайнафт, да. Выступили по полной программе. Выступили по полной программе, поэтому, Григорий Михайлович, как просил, мы тебе обещали, что ты анонсировал всех, у тебя выступило даже большее количество людей на вебинаре, поэтому... Спонтанно. Чем живет на земле. Поэтому, Григорий Михайлович, давай, мы тебя поздравляем. Стой хайвейк. Спасай планету. Вау, вау, круто, здорово. Все, друзья, давайте, поехали, прощаемся с вами, мы выезжаем на поезд, завтра выступаем на транспортной неделе в Москве. Вау, круто, здорово. Все, Григорий Михайлович, давай. Все, друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что вы с нами. Это искренне сегодня. Это искренне сегодня. Всем, всем, всем абсолютно. Все, огромная благодарность Алексею Шуканову, Михаилу, Надежде, Апальдаду. Все, хорошей дороги. Все, давайте, друзья, всего доброго. Все, хорошей дороги. Итак, дорогие друзья, я думал, что дальнейшие комментарии, они просто бесполезные. Просто бесполезные. По одной простой причине. Та информация, которая сегодня была, вот тот эмоциональный настрой. Это, знаете, не только эмоциональный настрой. Это, ну, в хорошем смысле слова, как бы это выразить, я не знаю даже, как это можно выразить, но вот то, что мы делали три года, мы три года делаем. Три года. И скоро будет три года. Еще не три года, но будет скоро три года. И вот это поехали, именно реальное поехали, оно, ну, не хочется никого, как бы, потрунивать над кем-то там, чтобы они кто-то завидовал, что-то еще. Пусть наблюдают. Пусть наблюдают. Вот мы здесь все есть, и мы этого хотим, мы это делаем, и мы это сделаем. Будут у нас новые партнеры. Не будут новых партнеров, мы это все равно сделаем. Я думаю, что это абсолютно правильно. Единственное, что у меня будет одна просьба, и просьба эта реальная. Сегодня был у меня непростой разговор с моим человеком, с милой женщиной, которая на себя взяла непосильную ношу, и вот эту непосильную ношу не надо брать. Вот разумные инвестиции, пожалуйста, приходите в воскресенье на вебинары, слушайте вебинары, вникайте в это. То есть это грамотное инвестирование, и мы это закроем. Дорогие друзья, у нас почти 700 тысяч человек из 108 стран уже мира. Из 108 стран мира. Если каждый, просто возьмите калькулятор и посчитайте, даже хотя бы 100 тысяч человек минимальные будут давать инвестиции в месяц, все это состоится. И это важно делать нам всем. Я всем благодарю за то, что были на сегодняшнем вебинаре. Я всем благодарю за те позитивные эмоции, которые вы выплеснули. Я благодарю всех тех спикеров, которые сегодня выступали. И давайте поблагодарим всех, каждый себя поблагодарим. И каждому из нас низкий поклон. Ириночка, то, что написала, низкий поклон. Я всем и говорю. Дорогие друзья, всем низкий поклон. Тамара Эдура, тебе тоже низкий поклон. Не многие тебя знают, но знают тебя по вебинарам, что-то еще. Мы с тобой лично знакомы. И я как бы сейчас не буду рассказывать всю историю, о чем мы с тобой говорили. Я думаю, что ты в свое время сама напишешь об этом или как бы не влага напишешь. Я думаю, что все равно напишешь. Почему? Потому что это важно. Это важно для миссии, для истории. Всех благодарю. До встречи на следующих вебинарах. Следующий вебинар у нас будет в пятницу. И дальше уже воскресенье. Так, 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 подождите, ребята. 3-го числа, 3-го числа, 3-го числа вы встречаетесь. Меня, к сожалению, не будет, но анонсы все будут. Вы в Москве встретитесь с Макасумой Гузель, с Виктором Тарасовым. И 4-го числа наша будущая команда, суперкоманда, которая в хорошем смысле слова будет заведовать очень многие люди в мире, в мире финансов. Будет встреча 4-го числа непосредственно с командой будущих управляющих нашими финансами. До встречи на следующих вебинарах. Спасибо. 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 Спасибо.